Здравствуйте, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. Мы продолжаем наши чудесные диалоги об фабрике. Фабрика у нас достаточно большая. Для тех, кто вдруг случайно зашел, вот покажу, вот так она выглядит. Моды Боб и Ангел используют модули-компоненты строительные, соответственно, цепочки производственные просто колоссально, колоссально-колоссально разрастаются. Ну и приходится использовать архитектуру сити-блоков, чтобы можно было в несколько человек все это собирать. Иначе управлять строительством фабрики будет очень-очень сложно. В предыдущей серии, в предыдущем эпизоде, я начал рассказывать про продолжение строительства в пределах наших регионов. Рассказал про то, что увеличиваем потихонечку регион рудоподготовки. Здесь будет регион у нас подготовки минерального сырья, тут переработка минералов, здесь у нас будут кислоты, здесь у нас идет, но он еще вверх пойдет, регион по непосредственно металлургии, то есть тут вся полная цепочка производства слитков, производства жидких металлов, здесь производство рулонов, плит, ну и здесь уже идут метизы всякие, металлические изделия, прутья, катушки, все прочее. Тут нефтехимия, вот это все нужно потихонечку нам как-то внедрять. Ну и остальные регионы соответственно, которые тут будут, которые появятся. Предыдущий эпизод закончили на том, что начали расставлять вот этот вот сетиблок, ну все производства, это кокс, углерод и волокна-брикеты. Здесь, к сожалению, пока еще до конца оно не готово, но мне нужно сейчас съездить запустить цех на серную кислоту. будет. Но вначале я бы хотел указать приоритеты для дальнейшего строительства, потому что иначе фиксикам будет нечего расставлять. Это не совсем правильно. Значит, с жиодами и со всем вот этим. Я в прошлый раз их обозначил, но приоритеты не поставил. По приоритетам, значит, это у нас заканчивается четвертый. Тут у нас идет глина, песок, известняк. Это пятый, шестой, седьмой. Поэтому добавляем 0.5. Подтвердить. 0.5 это приоритет для ребят, которые у меня здесь сейчас бегают, помогают. То есть этот цех будет пятым по порядку расставляться. Следующий будет 0.6. И здесь 0.7. 0.7 звучит как бутылка вина. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Тут, кстати, идет жидкий бетон. Его нужно отсюда перенести. жидкий бетон. Жидкий бетон у нас будет, он у нас находится внезапно в литье. Каким образом это к литью металлов отношения имеет, я не представляю, но будет здесь. Значит, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поэтому добавляем метку. Так, 0.8. Ставим красный маркер. Далее метка пойдет... Ну вот здесь я пока не могу метки поставить. Я поставлю на бетон 0.9. Сюда. А это пока трогать не буду. Им тут есть, что расставить. Точнее будет. Ну, а я пока что поеду на серную кислоту. Нужно запустить цех и включить вот эти цеха. И дальше продолжим уже следующую расстановку. Поэтому сейчас нужно аккуратно прибежать в паровоз. Кстати, я не сохранил игру. Надо бы, наверное, вот так вот сделать. Тут, к сожалению, есть проблема. Если кто-то погибнет, то игра влетает в краш, потому что ангел, когда апдейтил моду, там какой-то косяк либо сделал, либо косяк вылез, потому что модов много и иногда возникает конфликт. Я пока поеду сюда, ну и как только доеду до туда, я вернусь и продолжим с того, что буду расставлять, ну, включать цех на серную кислоту. Итак, нам нужно запустить цех. Вообще, я специально оставил запуск цеха. Вот как он расставляет? Ведь нано-бот поставили фильтр. Если у меня не было фильтра, то было бы косяк. Я оставил запуск цехов исключительно для себя, чтобы показать, ну, показывать на камеру, что я цех запускаю, возможно, тут будут какие-то косяки в цехах. И кто-то из зрителей сможет это заметить и в комментах напишет потом. Здесь в целом все подготовлено. Настроен выключатель на цех. Оно все сделано так, как было в предыдущих наших цехах. В предыдущих роликах это все было рассказано. Выключатель настроен. Тут серо, тут 150 тысяч это ограничение. Сколько он тут должен? До скольки должен копиться? 150 тысяч серо будет? О, 150 тысяч серой кислоты. Ну и 300 это верхний предел. Здесь включение просто идет включением запроса на серу и все у нас, собственно, начинает работать. Так что запускаем цех. Ждем пока LTN-сеть привезет сюда 10000 серы. Надеюсь, серая найдется у нас в сети. Если нет, то это будет печально. Что я пока что не вижу, чтобы поезд сюда поехал с запросом. Возможно, у нас серы вообще нигде нет. Либо... Либо сера отсутствует на станции, где она производится. Вообще, сера должна была быть тут, 8.3к, но поезд до сих пор не едет. Ну и весьма-то странно. Ну ладно, я-то пока оставлю. Будем считать, что цех мы запустили. Почему LTN поезд не едет, я пока сказать не могу. Возможно, вот эти цеха тоже не в LTN, либо очередь как-то занята. Либо что-то еще. Потому что почему он не едет, мне совершенно не ясно. Снабжение... А, ну понятно. Здесь серы всего лишь 8000, а поезд сюда приедет, если будет больше 10к. Сера здесь не производится, потому что у нас в целом стоит сам цех, и в итоге мы просто без сера остались. Здесь можно уменьшить снабжение. Например, вот так вот. И давайте, знаете, как сделаем? Приоритет сюда... Так, приоритет... Request Priority... Поставим максимальный, чтобы сюда приезжала в первую очередь сера, и здесь Provide опустим на 5000. Теперь я просто копирую этот комбинатор и ставлю его сюда. Иначе просто цех стоит, серы не производится. Я вот не помню, проектировали ли мы цеха, ну или фиксики, которые эту самую серу производят. Сейчас должен запрос отработать. То есть сера... Да, он поехал. И он у нас приедет к станции 14.11.D.4 Unload Ser. То есть это должна быть вот эта вот станция 14.11 Unload Ser 4. Именно она. Соответственно, сера сейчас сюда приедет. У нас появится серная кислота. Так что все. Можно считать, что цех запущен. Посмотрели, выяснили, где какие ошибки. Вроде все работает. Ну, еще нужно, соответственно, за ним будет пронаблюдать. Иначе тут, как обычно, какие-нибудь косяки еще всплывут. Так. Серебро у нас работает. Моя задача сейчас включить крем, ник, алю и цинк. Ну, а тем временем... Надо бы, наверное, знаете, что поставить? 6, 7. Вот эту известь нужно перенести выше вместо 8 метки. Я 8 удалю. Известь. Ctrl-C. Ну, мне не нравится то, что... Не на том месте... Так. Не на том месте находится метка. Вот, известь. И... Здесь метка будет 0,8. Так, дальше. Так. Пять меток обозначил. И здесь будет демонтаж и флюорид. Это будет 0,10. Точнее, просто 10. Пять, девятое и десятое. Вот. Вот эти метки. То есть, это можно расставлять. Фиксики это увидят. Сами сделают. Тут у нас цех на кокс готов. Я не знаю, он его, походу, запустил уже. Что цех вроде как... Ну, энергия туда поступает, и выключатель замкнут. Господи, как он его поставил? А почему так-то? Но насчет того, что нестандартно стоит выключатель, я еще вопрос задам. Вне серии, вне записи. И, возможно, этот цех переделают. Тут надо, наверное, поставить метку. Что с выключателем? Сделать стандартно. Я тут визирую на желтую. Меняю на переделку. Чтоб переделали. Ну, примерно так это происходит. Тебе приносят отчет. Ты смотришь, какие-то косяки находишь. Пытаешься это исправить. По крайней мере, отправить на доработку. Здесь цех, который производил серебро, он у нас давно уже был запущен. Я просто сейчас по нему пройдусь. Тут ничего сложного. Здесь просто приходят два типа руды, потому что у нас серебро получается из стеротита и бомбония. Ну, плюс зеленый катализатор. Зеленый катализатор работает. То есть, везде стоят модули, которые производительность дают плюс 10%. То есть, у нас и побочки никакой не имеют. То есть, сортировочный завод просто плюс 300% выдает. Соответственно, здесь сейчас накопилось серебряной руды. 14 тысяч. Ну, и цех отключился по выключателю. Вот здесь. Потому что как только станет 20 минус 10 меньше 10 тысяч, то что трешел стоит десятка, цех, соответственно, обратно включится. Здесь все работает. И я вот эту вот, вот эту отметку готово. Могу удалить то, что цех у нас уже все идет в работу. Если цеха все стоят без вот этой пометки и уже обозначены нормально, соответственно, они у нас находятся в работе. Так, это значит, флюорит будет 10. Дальше. Сейчас я сюда к этому вернусь. Я просто хочу дальше метки немножко установить. Восьмой, девятый, десятый. Это еще не снесено. Это будет снесено, когда они вот это доработают. Когда они это доработают, непонятно. Тогда пока это оставим. И одиннадцатый, двенадцатый и так далее. Это у нас должно вот это вот идти. Жиоды, кристаллическая пыль, кристаллический саженец, растворы. Поэтому ставим метку 11 сюда 12, сюда и 13 на саженец. Сюда. Следующая метка 14 по приоритету. Это у нас шлаковый раствор. Идет 15. Так, 15. Это они будут делать минеральный осадок. Ну или я буду делать, если будем не успевать. И остались катализаторы. 16. Это коричневый катализатор. 17. Да, я как вспомню, сколько времени на планировку всего этого ушло. Это просто ужас какой-то, караул. И 18. Вот сюда. То есть расставлены некие приоритеты. Так, и кирпичи, каменные блоки, они уже пойдут... Ну... Вообще, может быть, имело бы смысл вначале их сделать. Но я тогда, наверное, после вот этих металлов, чтобы потом уже это все работало. Но это в целом не критично, какой приоритет будет. Что пока что дошли до 18-го. Так. Это 19-й. Что нужно сделать? Последний сейчас обозначу. 19. 20. 20. 20. 22. 23. 24. Так. 22. Пускай будет 24. Небольшой мисклик был. И 23. С пометкой вот сюда. Все. Расставлены приоритеты. Сюда расставлены приоритеты. Ну, здесь позже будет серная кислота готова. 0,1. Да, кстати, раз она готова, надо удалить эту метку. Надо удалить эту метку. Серная кислота поехала. В резервуаре она есть. Не проверил, сколько поставлен. 10 тысяч запросов. Ну, в принципе, все хорошо. 6,2. Пускай работает. Конструкции мне-то пока не нужно. Все, отлично. Он переделал на нормальный выключатель. Здесь только почему-то... Почему лампа горит желтым? О, горит белым. А, ну да, не активировано пока еще. Она, в принципе... Хотя нет. Лампа у нас... Не должна гореть. Она должна гореть желтым. Что-то такое ощущение, что опять как-то косяк. Из комбинатора в комбинатор, а кабель данных в лампу идет. Ладно, это я сам посмотрю, что тут... Что за косяк такой получается с лампочками? Почему они горят белым? Потому что я не помню данные у них. Надо будет вернуться. Сейчас тогда поедем, врубим вот эти цеха, чтобы могли демонтировать на кокс, на углерод. Вот это все. И здесь, кстати, потихонечку расставляют очищалки. Очистка... Так, очистка готова. Расставили. Это у нас флаки тут делает. Тут очистка все равно нужна. Не успели ее расставить. То есть он расставляет вот эти. Дальше очистка будет тут расставлена. Вообще планировалось то, что он будет убивать жуков. Но, к сожалению, есть некоторые сложности с модом ангеловским. Ну и он косячит, вылетает. Так. Надо бы, конечно, по умуту проверять и запросы все. 10-10. Так, в принципе, норм. Здесь. Серебряная РД-20. 100-100-100. 10К. Ну, да, в принципе, цех норм. Давайте я все цеха сейчас запущу в работу. И можно будет уехать туда, на станцию. Ну, вверх. На углерод, на кокс, на это все. Немножко отъедем, чтобы не мешать поездам. Значит, здесь проверяем. Это станция снабжения. Она у нас больше 5000 поставляет. Тут у нас производится кремний. Как только больше 5000 будет. Можно, в принципе, поставить больше десятки, наверное. 5000, наверное, маловато. Но это потом будем оптимизировать все. Так. Выключатель настроен. 20К10. Это все одинаково у нас идет. Куски рубита, бомбония и зеленка. Он требует... Бомбоний рубит и зеленку. Бомбоний рубит здесь выходит, зеленка тут. Вроде бы претензий никаких нет. Можно давать запуск. По идее, L10 сеть должна сразу подхватить это все. Ну, и тут автоматически уже все включено. Да, сеть готова. Поехали поезда. Этот поехал у нас за рубитом. Второй поезд поехал за катализаторами. Ну, тут ограничение в два поезда стоит. Соответственно, только два поезда едут. За бомбониям следующий поезд приедет. В принципе, цех готов. Я подтверждаю, что он готов. И давайте переместимся немножко правее. Запустим следующие цеха. Поезд свой сразу же я, наверное, перегоню вот сюда. Потому что отсюда я поеду к дальнейшему производству. Надо аккуратно очень идти, чтобы поезд не задавил. Иначе игра может просто крашнуться. Давайте-ка я перезапишу. Не помню, сохранялся или нет. Так, здесь, значит, у нас идет производство никеля. Сапфирит рубит катализатор. Сапфирит рубит катализатор. Здесь все верно. В ограничениях. Сапфирит рубит катализатор. Никелевая руда. Десятка. Здесь все правильно стоит. Тут, кстати, тоже лампочка белая. Не работает. Лампочка белая, наверное, просто никаких данных к нему не приходило. Видимо. Я, опять же, не помню. Тоже лампочка белая. И пока что тоже до конца никаких данных не пришло. А сигнал минус один у нас откуда идет? По красной сети. Отсюда. Потому что... А, блин. Что это плюто? Лампочка белая, потому что сигналом белым она устанавливается. По зеленой и по красной сети. Цвет поменяется, когда сам выключатель начнет работать. И сам цвет уже задавать. Так что все нормально. Тут, к сожалению, с этим никак не сделать. У ЛТН-станции такая же фигня. Там, если на станции Депо отправить какой-то сигнал, там, какого-то цвета, он станции Депо может из синего там переопределить в цвет, который находится, ну, гораздо левее, чем вот этот вот текущий. Где тут у нас эти сигналы? Ну, если здесь смотреть. То есть он может в красный переопределиться или в зеленый. Ну, к сожалению, это никак не пофиксить. Ладно, давайте эту запустим. Тут как раз рубит сапфир и кристальный катализатор. То, что нужно. Сейчас проверим, то что поезд сюда поедет по запросу. Пока что нифига не едет. Ну, давай, расчехляйся. То есть, либо у нас в сети нету рубита, сапфирита и катализаторов. Что весьма странно, потому что производство было налажено. Так, либо сюда уже два поезда едет. Да, поезда все разом поехали, соответственно, уже пробки начинаются моментально. Ну, да. Уже какой-то косяк нашелся на кремнии. Придется возвращаться. А, либо поезд просто пока разгружается. Да-да-да, поезд разгружается, значит все нормально. У него просто бездействие. Отключается постоянно. И груз пока что не равен нулю. Все, все хорошо. Значит, сюда у нас сейчас едет бабмони, скорее всего. Да, едет бабмони. И Доня тут еще сзади у меня пришел. Здороваться со всеми. Ну, и сюда сразу же запрос отработал. Блин, я боюсь, что если я сейчас запущу целую кучу поездов, они просто начнут вот в этом вот столпотворении друг другу мешать очень сильно. Вот ты почему встал? Ждет разъезд. Но Депо, как я уже сказал, перенесем чуть попозже, когда будут разобраны вот эти все, когда будет сделана тут зачистка. Ну, и когда вот это вот все будет установлено. В принципе, уже можно было бы Депо переносить куда-то вот сюда. Но это, наверное, поручение уже в следующий раз будет выдано. Тут, кстати, начали уже расставлять глину, песок, известняк. Я, конечно, постараюсь каким-то образом пояснять вообще, что происходит на схемах. Так, тут все готово. Переходим, значит, к следующему производству. С проводами вроде тоже, я никаких косяков не заметил. Ну, могу, конечно, ошибаться. Кретиниум и дживолит производится алюминий здесь у нас. Соответственно, проверяем, чтобы здесь был алюминий. Дживолит, кретиниум. Это все нормально настроено. Дальше. Снабжение. Тоже все хорошо. Кретиниум, дживолит. И катализаторы. Включаем цех. Все, можно удалить метку. Так, да, я хотел посмотреть по поводу ламп. Да, лампа стала желтой. Здесь лампа стала зеленой, потому что цех работает. Ну и, соответственно, поезд разгружается, и у нас уже пошло производство здесь. Это у нас кремний тут должен быть. Да, кремний. Все, цеха работает. Перемещаемся дальше. Здесь лампочка желтым загорелась, значит, запрос из ЛТН-сети поехал уже. Так что просто останется дождаться. И тут у нас дживолит и что-то еще бабмони, по-моему, если я не ошибаюсь, в запросе. И тут у нас производится цинковая руда. Да, бабмони дживолит. Катализатор. Проверяем здесь. Дживолит бабмони. Производится цинк. Да, цинк. Здесь тоже все ок. Все вот эти цеха, они сделаны по единому шаблону. Соответственно, проблем никаких возникать не должно. Бабмони дживолит, поэтому я стараюсь максимально быстро все это проверять. Запускаем цех. Ну и поезд, я надеюсь, туда приедет. Сейчас нужно ехать вверх, принимать цеха на производство химозы. Это кокс, углерод и ижи с ними. Поэтому поехали туда. Тут мы чуть позже посмотрим. Ну вот, поезда уже потихонечку уезжают. Ты куда едешь? Да, конечно, то, что все разом поезда поехали, это вызывает некоторые сложности логистически. Но оно, когда все рассосется, таких проблем быть не должно. Ну и опять же, когда перенесем вот эти наши депо. Я в очередной раз напомню, депо здесь поставлены в кучу, потому что у нас тупо места не было. Их было некуда ставить. Изначально план был поставить их с краю. Либо где-то здесь, либо где-то здесь. Ну или может горизонтально. Это вообще не важно, как они будут стоять. Главное распределенность сделать. Так, теперь проверяем подключение. Здесь у нас уголь минус 100, кокс 30 тысяч. Выключатель на пятнашку. Выключатель пока отключен. Сигнал у нас... Он не проверяет наличие. Ну, в принципе, это же не руда, опять же. Сам цех. Здесь просто стоят дроболки. Дроболки делают измельченный уголь. Измельченный уголь просто в печках будет перегоняться в кокс. Ничего сложного. Схема прям элементарная. Так что можно тупо запускать ее. Запрашивать сюда 10 тысяч угля. Сейчас запрос, по идее, сразу должен приехать. Ну, запрос едет из айдишки, из третьей. То есть он и из первой сети может, и из второй выезжать. Первая сеть – это общая сеть, где ресурсы добываются. Вторая сеть – это сеть, которая принадлежит вот к этому вот. К забору ресурсов из нашего хаба. Ну, или где у нас там уголь копится. Ну, я не знаю. Возможно, его в хабе нет сейчас. Но на будущее просто нужно будет иметь в виду, что надо будет уголь тоже добавить в этот хаб. Собственно, поезд поехал. Повез 10 тысяч запросов. Из 1413H0 в 1309C4. 1309C4 – это как раз сектор С и четвертая станция. 0, 1, 2, 3, 4. Я, кстати, не проверил. ЖД-станции там. Надо вернуться, посмотреть. Чтобы индексы все, ну, все именование было корректно сделано. Так, станции unload куски стеротита бабмония. Бабмония катализатора. Серебряная труда. Так, да, это все правильно. Здесь рубит бабмоний катализатор. Крем. Кремниевая руда. Он же... Он же так, наверное, должен называться. Хотя я не знаю, как он корректно называется. Наверное, просто кремний. Давайте посмотрим, как она здесь обозвана. Даже, наверное, во фнея лучше посмотреть. Самому любопытно. Кретинная руда. Кретинная руда. Кремниевая руда. Урок русского языка для гами. Так, ну, среди нас тут филологов нет. Я по возможности стараюсь, конечно, все это править. Ну, как получится. Никелевая руда. Стеротит. Рубит катализатор. Ну, ведь даже таким приходится заниматься. Дживолит. Кретиниум. Катализаторы. Алюминиевая. Вы поняли, да? Алюминий и чугунь. Помните такой анекдот? Умные пойдут грузить. Алюминий. Глупый чугунь. Поезд разгружается. Остались только катализаторы. Да. Здесь, в принципе, нейминг весь у станции в порядке. Сразу же сюда. Так, давайте к кислоте еще вернемся. Сера. Серная кислота. Да, тут тоже все хорошо. Серная кислота есть. 8,7к. А тут уголь кокс. Кокс углерод. И здесь зеленые водоросли. Древесные брикеты. Но тут, кстати, не совсем корректное именование станции. Потому что тут не только брикеты будут вывозиться. Здесь еще и волокна вывозятся. Больше двух тысяч. И, возможно, надо будет запрос поменять. Что волокна здесь в первую очередь идут. И надо будет проверить еще логикой, насколько это ограничено. Поэтому нейминг у станции будет немножко иной. Лот, древесные брикеты. Так. Как нам там... Как у нас несколько ресурсов обозначается? Просто иконки. Сейчас поменяем. Иначе это я потом забуду. И в итоге приемка окажется не совсем корректной. Поэтому ищем волокна. Волокна у нас тут. Вот. Вот так. Волокна, древесные брикеты. И порог снабжения я поменяю. Здесь пять тысяч. В принципе, сойдет провайтер шелд. Не знаю, конечно, насколько это быстро тут делается. Но в целом, в принципе, вроде норм. Так что, в целом, цех можно считать принятым. Давайте смотреть углерод. Так, здесь минус 140. Это, в принципе, нормально. Вот тут, кстати, цех сам не запустится, пока руками... Хотя нет. Не-не-не, все нормально будет. У нас же включение тут идет. 15к. Делаем запрос кокса на 15 тысяч. 7,5. Так, это устраивает. И тут провайд на 10к. В принципе, тоже сойдет. Я метку удалю заранее. Нейминг посмотрели. Вроде все хорошо. Единственное, что пока что запроса нет. Непонятно, откуда везет. Load ресурс. Надо посмотреть, где у нас. Скорее всего, это какая-то из старых станций. Да, это из старых станций. Соответственно, название здесь некорректное. Но эту станцию мы скоро снесем. Так что можно пока забить болт на это дело. И последнее, что нам сегодня нужно принять и запустить, это вот этот цех. Так, тут у нас уже желтым сигналом горит. Откуда этот желтый сигнал берется? Одно из сигналов. Желтый, исходящий желтый. С какой-то станции, наверное, он идет. Либо с другого выключателя. Там уже был желтый сигнал. Он пришел, включил его. И он сейчас постоянно поддерживается. У меня только такой вариант есть. Потому что откуда еще желтый сигнал взялся? По зеленому кабелю. Я фиг его знает. Но, ладно, тем не менее. Эта станция, значит, у нас отдает. Тут надо проверить лимиты. 50к. 50 тысяч. Сколько у нас будет? Ну, ладно, пускай будет 50 тысяч. Так, здесь запрос. Давайте включим, чтобы водоросли поехали. Это у нас станция. Изначально включена. И провайд я поставлю от 10 тысяч. Что 2 тысячи, это поезда будут туда-сюда кататься. Это не очень хорошо. Но зеленый водоросль все еще поезда не выдали. Вот, выдался запрос. Он у нас съедет в 11.09. Это на станцию. Все, он сейчас начнет водоросли с наших электростанций выгружать сюда. Так, тут выключатель. Минус 100. 100 тысяч древес на береге. Это некорректная установка. Кто это ставил, я не знаю. Потому что в первую очередь нужно водоросли делать. Хотя нет, тут, наверное, нормально все. По водорослям отключать не нужно нам. Что их 50 тысяч. И накопится ли 100 тысяч древесных брикетов. Я не знаю, поскольку стакаются древесные брикеты. Без понятия вообще. Это можно посмотреть где-нибудь вот здесь вот. На станции. Но тут совершенно не ясно. Блин. Как нам еще можно узнать, поскольку стакаются древесные брикеты. Не помню, как это можно сделать. Но, тем не менее, вот этот запрос мне 100 тысяч не нравится. Абсолютно. Тут, я думаю, достаточно будет поставить... 10 тысяч. Как только... Хотя, тут, кстати, возможно, неоднозначное поведение. Если у нас брикетов будет, скажем так, 10 тысяч, станция отключится, но при этом у нас кончатся волокна, то она продолжит быть отключена по брикетам. Я насчет этого говорил, то, что когда несколько ресурсов возникают, вот такие геморрои, соответственно, логику нужно здесь в комбинаторе под выключатель настраивать уже иначе. Я здесь пока что верхний порог вообще, наверное, уберу. Но я его оставлю 10 тысяч. Это нужно поставить в пометку, что некорректно настроены трешолды по отключению. Вот так вот сделаем. А здесь я поставлю постоянную работу в цех. Пускай автор блюпринта доделывает эти самые трешолды. выключатель у нас будет в постоянной работе находиться. Ну, то есть, вот этот сигнал у нас включения Smart Power Switcher, то есть он находится в постоянной работе. Да, ну вот как-то так. Мне при этом, блин, Василий мне при этом упорно говорил, что этот чертеж прям хорош. Ну, вот видите, неоднозначное поведение выключателя уже говорит о том, что в схеме возможен косяк. Надеюсь, он это переделает, ну, или кто-то из фиксиков это сделает, потому что я на это сейчас отвлекаться, но на такие мелочи вообще неохота. Это знаете как... Ну, блин, директор не должен решать проблему наличия гаечного ключа у какого-нибудь там, у слесаря. Этим должен заниматься непосредственно начальник этого самого слесаря, то есть мастер. Это прям такая вот аналогия, и, соответственно, я сюда суваться и настраивать вот эти трешолды не хочу, но они будут работать со сбоями в данный момент. Поведение не совсем корректное. Так что это отправим на доработку, пускай доделывают. Все круто, но переделывают. Наша любимая. Ну, а я думаю, серию на этом буду заканчивать. Сегодня мы запустили цеха по производству кокса, углерода, брикетов. Все руды Т2 катализаторов, которые делаются... Так, давайте я станцию выключу, потому что нифига не видно. Вот эти все руды. Ну, и проверили еще в том числе серную кислоту. Сейчас идет расстановка цехов. Тоже часть цехов расставлена. Скоро можно будет убрать углерод кокс, чтобы здесь остаток сделать. А эти цеха мы уже посмотрим в следующей серии. Тут у нас производится глина. Включается в выключатель. Ну, окей, ладно. Что включается в выключатель? А, ну, включается в выключатель, потому что он просто воду будет из земли забирать. Но это посмотрим уже все в следующий раз. На сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok